Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, как обещал, делаю абсолютно честный обзор на Лорейн 40 тонн. Я приобрел себе лорку вместе с Чифтейном и, ребят, Чифтейна еще не катал, но обзорчик на него будет буквально через час после того, как выйдет видео, которое вы сейчас смотрите. Я взял себе набор за 7,5, даже несмотря на то, что у меня одна из этих машин, которая есть в наборе, а именно Т-2020, в коллекции есть уже давно. Из-за нее, в частности, покупая набор, я получил компенсацию в миллион серебра. Немного, абсолютно понятное дело, хотелось бы в золоте, но я все равно подумал, что за 7,5 тысяч взять себе Лорейн 40 тонн и Чифтейна, это довольно неплохая и выгодная идея. Ну и, соответственно, решил ее реализовать. Поэтому в своем предыдущем видео я сказал о том, что набор считаю годным и всем рекомендую его себе приобретать, потому что 3,8 за 7,5 это действительно выгодно с открытым всем оборудованием, да, пускай без каких-то там дней према и чего-то подобного. Что касается Лорки, очень интересная машина, как оказалось. Да, очень сложная, ребят, и к этому необходимо быть готовым. Дело в том, что она сущий картон, но к этому вернемся чуть позже. Давайте обсудим быстро орудие. Время сведения. Я поставил себе оборудку на сведение и я поставил себе амуницию таким образом, ребят, чтобы было максимально хорошее сведение орудия и улучшить время перезарядки, которое действительно очень долгое и его очень сильно не хватает. Это факт. Точно так же, как очень сильно не хватает брони. Что касается других нюансов по орудию, то разброс вполне нормальный, вполне точное орудие, если нормально сводиться после каждого выстрела. Время сведения становится очень даже комфортным. Урон в минуту, я бы не сказал, что прям зашкаливающе крутой, но вполне нормальный и вполне, кстати, этот ДПМ реализуем. Главное понимать, как на Лорке отыгрывать. Что касается времени перезарядки снарядов в магазине, немножечко, опять-таки, не хватает. Хотелось бы, чтобы было не 2,5 секунды, а 2 секунды. Это связано с тем, что все-таки, ребят, здесь как-никак 4 снаряда и хотелось бы их отбрасывать чуть быстрее. Таким образом, ребят, в целом орудие, я считаю, сбалансированным. Единственное, что время перезарядки в целом магазина, ну, все-таки, дискомфортное. Что касается угла склонения орудия вниз минус 8, здесь тоже могут быть нюансы и к нему необходимо привыкать от неровностей, отыгрывать не очень приятно. Это связано плюс к тому, с тем, что машина очень большая, она очень большая в высоту. И когда вы пытаетесь забраться куда-нибудь на какой-нибудь пригорочек для того, чтобы через него или с него поотбрасывать, то вы светитесь, как новогодняя елка, и все кидают в вас. А в вас залетает полностью все за отсутствием брони. Средний урон довольно неплохой, 225 единиц, если вы умножите на 4, то поймете, что 900 единиц, это довольно-таки, ребят, круто. Ну, и что касается, ребят, пробития, то пробития 212 в целом достаточное, поэтому я оборудку себе ставил именно на то, чтобы улучшить себе время перезарядки на полсекунды. Хоть какие-то припарки для дохлого, но улучшать пробитие я не увидел абсолютно никакого смысла. Я просто беру с собой с запасом голды, ну и, соответственно, таким образом катаю ее. Несколько боев я на ней сделал, и, честно говоря, плюс-минус понял, чего она от меня ждет. Что касается размера в лорке, действительно очень большая. На средний танк она нифига не похожа. Если вы возьмете, допустим, того же самого 46-го, то обратите внимание, что 46-й существенно, ребят, меньше. Ну и, соответственно, он, безусловно, гораздо комфортнее в этом отношении отыгрывается. А есть машины средние, которые и того будут меньше по размерам, чем та же самая Лоррейн. А если вы возьмете, допустим, сравнение с Чифтейном, то обратите внимание, что они практически одинаковые по размерам. И по ощущению, ребят, в бою ты реально едешь как на очень быстром и очень комфортном по передвижению и подвижности тяжелом танке за отсутствием брони. Вот так выглядит броня у данной машины, а точнее вот так выглядит ее полное отсутствие. Полный картон, пробивают все. За время каток у меня было несколько рандомных рикошетов, но это такие были случайности, что прям аж удивлялся. Все остальные забрасывают, вообще просто обожают кидать в тебя фугасами. Короче говоря, ребят, машина для тех, в первую очередь, кто умеет справляться с картонными машинами и находить живучесть там, где ее нет. Если сравнивать с другими машинами на уровне, я для сравнения выбрал только тех ребят, у которых цикличные орудия. И как вы видите, ДПМ машина, ну не сильно здесь может покрасоваться. Есть как минимум трое ребят, которые имеют ДПМ выше. Есть, конечно, двое, которые ниже имеют ДПМ, но опять-таки, ребят, несущественно. Поэтому сказать, что здесь хороший ДПМ у лорки, не скажу. Что касается подвижности. Как вы видите, по подвижности здесь абсолютно все хорошо, поэтому я себе в амуниции вместо второй канистры взял второй паечек. Поэтому 60 заявленные, реализовываются очень классно, действительно бодро передвигаешься по карте, все супер. Доходность вполне нормальная, 175. Что касается процента побед, здесь действительно очень скучно. 51% по сравнению с другими барабанными ребятами, я бы сказал, что находимся существенно ниже. Типа лучше, чем Т69 играется. Но, ребят, все-таки не то сравнение абсолютно. Что касается сравнения с прямым конкурентом. Я лично считаю прямого конкурента Defender MK1, потому что именно он на уровне обладает орудием цикличным с четырьмя снарядами. И, как вы видите, он куда круче. Да, пускай по ДПМ он ненамного уходит вперед, просто лишь потому, что у него альфа существенно ниже. Но при этом он имеет выше заявленное пробитие изначальное. Плюс к тому, ребят, у него время перезарядки магазина меньше на целых 28 секунд. И это очень, это капец как существенно. Практически 30% разница. Одна треть. Я не знаю, какими другими словами еще можно объяснить мое негодование по поводу такого существенного разрыва в данном показателе между двумя машинами. Что касается реализуемости, то я больше чем уверен, что на Defender MK1 реализуемость ДПМа, реализуемость магазина и в целом реализуемость машины существенно лучше. Это связано с наличием какой-никакой все-таки брони по машине. Вообще обалденная броня вокруг маски орудия. То есть лоб башни классно забронирован. Есть приведенки, есть хоть какая-то броня в корпусе спереди. Короче говоря, совсем не то же самое, чем абсолютно полностью желтая лорка. Плюс к тому, ребят, в отношении подвижности стоит отметить, что все-таки здесь лорка безусловно существенно круче, чем Defender MK1. Но здесь хотя бы по Defender понятно, за что он расплачивается этой подвижностью. Ну а я для себя понимаю, что я компенсирую этой подвижностью в случае с лоркой. В частности, компенсирую время перезарядки и полную картонность. Что касается процента по победам, то здесь просто пропасть между ними 57 против 51. Вот такое вот честное сравнение двух машин. И что касается того, что можно было обсудить, стоя в ангаре, мне кажется, обсудили все, что могли. Поэтому, ребят, поехали в бой. Ну а пока в бой заходим. Первое. Приглашаю всех подписаться на канал, стать постоянными зрителями, нажать на колокольчик обязательно, чтобы не пропускать новые видео, которые будут выходить на канале. Я стараюсь ради вас и снимаю исключительно честные обзоры, ни от кого ничего не скрывая. И ничего никогда не рекламируя в магазине того, что потенциально может вас расстроить. Как я уже сказал, с набором за 7500 себе лично на свой основной аккаунт, несмотря на то, что я ютубер нищебродный и у меня нет своего миллиона голды на счету, я себе этот набор приобрел. Потому что считаю, что лорка 40 тонн и чифтейн за 7500 суммарно, в моем случае, поскольку Т-2020 у меня был, это вполне нормально и годно. Что касается подвижности по машине. Меня она удивила подвижностью. Как я уже сказал, машина катится, ну прям суперски. Она едет, как многие легкие танки передвигаются, ну или как хорошие средние танки, обладающие хорошей подвижностью. Что касается, ребят, маневренности, тоже все очень супер. Что касается точности по орудию, то, как я говорил, тоже довольно комфортно, нормально отыгрывается. А вот что касается картонности, это действительно крайне дискомфортная машина. Угол склонения орудия на данной карте навряд ли у нас получится нормально заценить. Сейчас попробую помочь поддержать огнем по Дефендеру МК-1. Есть еще один снаряд, попытаюсь его реализовать по Дефендеру. Не успеваю выцелить серую зону, но и ухожу на свое крайне долгое КД. Не буду скрывать нюансов по данной машине, они по ней безусловно есть. Я сейчас свечу и, скорее всего, могу бортину получить. Ну и продолжаю еще перезаряжаться. Не сильно бодрый барабан по времени перезарядки, а в отношении отыгрывания самого барабана я бы сказал, что в целом все комфортно. Хотелось бы немножко лучше, но все же не наделили, к сожалению. И я сомневаюсь, что в этом отношении будут делать какой-то ап. Так, уехал он. Уехал. Уходить на дозаряд всего магазина, точнее на перезаряд. Или попытаться на двух отыграть. Нет, лучше уйду. Немножко времени, правда, я на этом потерял. Но хорошая мысль приходит после того, как ты им совершаешь какие-то действия. Охотится за мной в ИК, понимает, что я картон, что меня можно разбирать. Ну а мне остается только от него где-то прятаться, сейвиться и пытаться как-то хитростью какой-то его обыграть, что ли. Не хватит мне моего магазина на то, чтобы его отправить в ангар. При этом поддержки абсолютно никакой нет. Сейчас попытаюсь, конечно, эту поддержку запросить, но, блин... Так, ну что, поехали, короче. В конце концов, выбор у нас небольшой. Давайте попытаемся хоть что-то сделать, пока он будет на перезарядке. Закинем в него то, что у нас есть в барабане. Ну и теперь начнем опять сейвиться от него, точно так же, как делали до этого. Улучшить бы время перезарядки было бы существенно комфортнее играть. Серьезно. Если к картонности еще там как-то можно привыкнуть и как-то ее пытаться обыгрывать в бою, то время перезарядки обыграть в бою очень сложно. Как я уже сказал, машина очень большая, она очень заметная и... И действительно очень сложно ее спрятать где-то, для того, чтобы не получить в дыню, пока ты будешь перезаряжаться. Так, не очень хорошая ситуация получается. Ладно, попытаемся. Как говорится, сейчас я попытаюсь. Не хватило времени на то, чтобы закинуть последний снаряд в СА, это очень большая проблема. Однозначный будет сейчас проигрыш. Что бы я сейчас ни делал, как бы я ни старался, меня в любом случае двое товарищей-то доберут точно. Тем более, ребята далеко не лопухи, как я вижу по результатам. Каждый из них сделал уже по два фрага. И, в принципе, это лучший результат в их команде. У меня на моей стороне подвижности барабан на четыре снаряда. Ну а против меня, пускай шотная, но шкода барабанная. И есть еще ИС, который явно может сделать мне больно. Я же ИСА разобрать точно не смогу. Просто лишь потому, что у него ХП такой запас, что раздолбет он меня просто как молодого. Сваливаю, сваливаю, насколько могу. Ухожу сразу на перезаряд своего магазина. И буду пытаться куда-то хорониться от него. И может как-то в крысу из-под тишка где-то заходить к нему. И пытаться накидывать. Ухожу на голду однозначно. Других вариантов нет. При этом я продолжаю перезаряжаться. Не очень хорошо. Можно, конечно, попытаться это все дело вывести на ничью. Но ничья все-таки это не победа. Далеко не победа. Стоит мне сейчас один раз отсветиться. И я сразу получаю тычку от ИСА. И отправляюсь в ангар. Вот этот засвет злосчастный. Ну и соответственно он отправляет меня в ангар. Как аккуратнее можно было сыграть, с учетом моих размеров и картонности, я, честно говоря, не знаю. Напишите в комментариях, как бы вы поступили в этой ситуации. Я знаю, как поступил я и насколько правильно нас уже рассудит история. ИС действительно молодец. Ему сейчас обязательно поставлю лайкос. Ну а мы с вами заценим результаты данной катки. 2725 единиц урона на крайней картонной машине дались мне в большинстве своем не сильно сложно. Что касается серебра, то по серебру здесь, ребят, получается 56 тысяч. И это, в принципе, довольно неплохой результат за такой проигрышный бой с теми результатами, которые я дал. Я дал первое место в команде по урону. Точнее я взял его, потому что я дал 2700. И по-моему это действительно круто. Машина сложная. Спорить не буду. Но то, что с ней можно попытаться совладать и то, что я однозначно не зря потратил свою личную голду, я для себя этот вывод сделал. Какой вывод вы сделаете, если вы купите данную машину или если вы ею уже обладаете, обязательно пишите в комментариях. Потому что люди, которые пытаются принять взвешенные решения, должны обладать полным объемом информации по товарам, которые есть в магазине. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.